Одним прекрасным днём началась легендарная история о двух путниках, которых не любили клановые игроки и пытались выселить любой ценой. Я ждал этого миллион лет! И когда ты видишь такую картину, ты понимаешь, что шансов у тебя выжить немного. А этими путниками были Папа Чиз и Мистер Слюни, и кей самая сломанная рука на Диком Западе. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, это история о осаде моей крепости. А история начиналась с того, что мы зашли на сервер Растория Йоу Лонг, где играло очень много огромных кланов, и мы с Игорем хотели построить какую-нибудь ловушечку, чтобы забайтить их. Я знаю где жить, смотри, место классное на О7, там по-любому много клановых игроков. На О7? Ну, звучит неплохо. Чё, где пересекаемся-то? Нам реально надо спрессить. Я бегу на лотпост. Ну, э. Пацаны, это всё, что у меня есть, забирайте. Ай! Так, делаем вид, что я заспавнился в первый раз. Блин, нифига себе, тут карта классная, вообще топ. Понял тебя. Первым делом мне нужно было нафармить как можно больше ткани, чтобы скрафтить себе первое оружие. И как только мне выпали верёвки, мне нужно было их переработать. Хорошо, что неподалёку от меня находился склад. И, наконец, я уже мог обороняться от бомжей. Ой. У него ревик был? У меня ревик есть. Это чё, мажор? Правда, у меня всего три патрона, но ничего страшного. Я бежал навстречу к слюней и увидел, как какой-то тип строит домик. А мне нужны были эти ресурсики. Тут тип строится. Всё, я попробую насадить его. Чувак! Ящик дерева! Ты поднялся? А, меня сейчас убьют, наверное. Я петляю, ящик дерева забрал. Он бежит за мной. Попробую принять его. Короче, я на бомже спавнена. Y10. Игрик. Убил антиратчика. У него ягод куча! Убил типа ещё. Ещё убил. Я на Y10 приснулся. Наказал. Y17. Блин, тебе 7 квадратов сюда бежать. Как 17? Ты же говорил, 10. Я ошибся чуть-чуть. Пиздец ты, ёпт. Я только что на Y17 умер. Серьёзно, ты тут был? Говорю, на Y17 нет, то на Y10 идёт. Вообще, странный мужик. Я тебя услышал, а я тебя услышал. Я тут уже бомжей устал убивать. Ты где? После такого небольшого пранка мне пришлось отстраивать наш первый домик, чтобы засейвить все ресурсы. Ведь пока я бы ждал Игоря, меня могли убить. Фу, дом готов. Чай я, кстати говоря, тоже забрал. Это ты, брат Костя? Да, да, да. Здорово. Наконец-то. Это тебе. Хорошо. Всё, пойдём, я тебе хоромы покажу. Вот, это наши хоромы. Офигеть. Вообще бодро, слушай. О! А где он? Он тут где-то. Он умер. Теперь я понял, почему он меня не ваншотнул. После того, как мы засейвили всё дерево, мы увидели то, что неподалёку от нас падает аирдроп, в котором могли быть пушки. И мы решили попытать удачу. Нам надо сейчас как-то закреситься. Думаешь? Да. Дропа-то куш. Если мы его сорвём, будет топ. Пожалуйста. Турель. Пляс. Иберета. Бегут сюда. Да, вижу. Сишка! А, сишка, чел. Тут много всего. Уходим. Уходи просто, да. Сюда все бегут. Уходим, уходим, уходим. Жесть, сколько бомжей. Ползи ко мне. Смотрят тебя. Ух, бодро. Тебе же. С факелом. Мы действительно сорвали куш. Там было наше первое огнестрельное оружие. И сишка, которая нам очень могла помочь. Ты чё, мы уже всё, мажор, осталось за антиреддить. Каких-то типов жёстких. Потом на эту взрывчатку кого-то зарейдить. Всё, видос готов. Сишку мы засейвили в нашем антирейдовом домике. И услышали, как неподалёку от нас рейдят чирками. Ну, я прям чувствую то, что там залутанные пацаны обитают. В общем. Они залутанные? Они залутанные, да. Один умер. А, у меня повалил, он меня убил. Я убил, убил, убил второго. Хорош, хорош, хорош. Ты валяешься? Да не, я полностью умер. Катяш палки тут нет. Ну, это пофигу, тут спавны близко. Золотая игла, она. 150 скрапа. У тебя что было? У них у всех питоны были. Ну, отлично. Попор, кирка, патроны. У нас прям такой бодренький домик уже. А домик, который они рейдили, мы решили дорейдить за них. Я надеюсь, это последняя дверь. Я не хочу сишку сюда тратить. У нас дверь. Ещё дверь металлическая. Блин, ну я... На самом деле, это не выглядит, что это последняя дверь. Меня убили. Я его убил. Хорош. Недолго думая, я схватил сишку, ведь мы решили попробовать дорейдить этот домик. И надеялись на последнюю дверь. Попробуем. Попробуем. Мало ли. Всякое бывает. Может быть там реально последняя дверь. Я на это очень надеюсь, потому что сишку жалко. О, это последняя дверь. Первый верстак. Что-то есть даже. Шкаф. Здесь стрел. Отлично. У меня есть три синих патрона. Не-не-не, на-на, возьми. Можешь разбить шкаф. С МТ-шкой сяду, нормально всё будет. Всё, он ещё сломается. Тут 600 скрабов уже. А-ха. А металла ноль, абсолютно. Вот они и пришли, как бы, типа. Не зря сишку потратили, уже радует. И этот домик мы решили забрать себе. В 60-м ВК тут лежало. Просто. А ещё на взрывы пришли типы, которые стали выжидать нас под домом. Под хатой прям топал. Антон. Антон? Да. Давай попробуем. Да, есть. Аккуратно. Он умер. Хорош. Ещё один хор. Выстакай. Ай, ой, я умеру. Он готов. Хорош, 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 хорош. Красиво. Так, ты полностью откис. Угу. Значит, ещё 130 скрабов. Угу. Ну всё, живём, может. Вот второй. Патроны. Это те же самые щелики были. Так, слушай, нормально вообще поднимаемся? У нас МПшки есть теперь. Ха-ха-ха. Ой, это полчаса, да, прошло? Ха-ха, ну? Мы же поройдить успели. Давай, руби их. Хорош, здорово. Сюда, сюда, бро. Ха-ха, хорош. Поначалу всё шло как по массу. Возле нас даже появился крейт, на который мы решили сходить, ведь там могли быть топовые пушки. Так, ну, я уверен, что тут есть типы. Если они есть, то их должно быть довольно много. Это бот был. Прикинь. Почему кто вообще активировал, нет? Активирован? Не вижу пока. Да, да, активирован. Нужно понять, где люди сидят. На Перерабе никого не вижу. Вижу, 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 типа Монтераби. Где он? Крадился. Минус МПшка. Ты? Да, 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 убил, типа, сука, он сидел тут. Калаш. Прикольно, прикольно. Блин. Не сказал бы, что это нам сейчас супер полезно, конечно. Хотя МВК-дверь. Калаш, калаш, ты чё? Калаш, это топ. У нас появилась МВК-дверь, а это означало только одно, что наши ресурсы будут под защитой. А ещё нам нужен был металл, чтобы Игорь, наконец, мог открывать двери. Только мы собирались отправиться в большое путешествие, где мы хотели отстроить нашу ловушку, мы услышали взрывы ракет. Они были совсем недалеко от нас, и мы не могли их так просто пройти мимо. Хэддолл. Там перед тобой Тип сидит, что-то молится и видела. О, щас ночь будет. Топ. Обожаю ночь. О, я вижу, что рейдят. Да, я тоже видел. Домер. Их очень много. Игорь сражался с ними как лев. Я заспавнился дома, схватил пушку и побежал на помощь. Может, они тоже на антирейд идут? Была ночь. Я подкрался к их рейдке-битке, но турелей не увидел. Но увидел, что этих ребят было довольно много. И я сделал вывод, что нам нужны были лестницы. Поэтому, пока была ночь, мне нужно было как можно скорее раздобыть верёвки. О, ещё три нет. Неплохо. Блин, рассвет это, конечно, плохо. Это очень плохо. Фух. Можно, конечно, ещё гранаты взять. Так, ну в принципе... В принципе, я готов. Я тоже. Проблема не в том, что он на крыше. Да, я вижу, в чём проблема. Тут турели везде по кругу. Прям в круг? Да. Офигеть, они жарят вообще жёстко. Мы их спокойно сможем убить, на самом деле, я думаю. Был бы калаш, спокойно бы убили. Есть другая идея. Ммм. Залезть на крышу того дома, который они рейдили. Меня увидели, походу. Чувак, да он меня видел, прикинь? Надежду что-нибудь оттуда вытащить мы не теряли. Поэтому я схватил калаш и побежал туда снова. А по пути мы наткнулись на троих ребят. Трое их, их трое. Они уходят налево. Я двоих убил. Хорош. Буду пытаться обходить. Они будут поднимать. Я, по-моему, фулл убил двоих. Он с левой тимитой султал, голый подошёл, да? Убил типа. Хорош. И там голый остался ещё. Я знаю, я без хп, у меня патронов. Восемь штук. Ты можешь трупу пробовать полутать. Да-да, взял. Хит ему дал. Хорош, 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 чувак. Тут очень много, мужик, тут очень много. Мне кажется, они сейчас придут. Готовься. Хилки были, шприцы? А, да-да-да. На, вот в этот труп лошёл. Нашёл шприц. Окей-кей. Это знаешь кто? Это, мне кажется, это те типы, что рейдили, не? Это те типы, что нас убили. Это те типы, что нас тогда убили. С мпшками. Тот рейд всё ещё продолжался, и мы на этот раз были серьёзно настроены, но наткнулись на это. О! Движего. Один что ли? Да. Два или три хита. Он умер, да? Он умер, да? Он умер. Хорошо. Тут, походу, ещё один есть, точно. Но вряд ли он один рейдил. За тебя сейчас дароеден, друг. Ракеты! На застройку леса. Дароеживаем? То по-любому. Давай, давай, давай. По мне попали. Там шкаф, да? Шкаф есть? Да, закрыт-закрышкаф. Есть чем взорвать. Патроны. Тут ничего нету, чтобы взорвать. У меня лестница есть, есть ещё. Тут. Ну тут много всяких лесов, но нечем. Я, наверное, контрить буду, они сейчас придут сюда. Монтера, дитип, под нами. Убью одного. Я не знаю, как мне выйти, мне лесенка нужна. Ещё убил. Есть лесенка тут. Потолки. Вряд ли ты поставишься, да? Ну всё, живём. Знал бы, пацан, что это не окуп по ракетам, конечно. Ну для нас это прям окуп на халяву, считай, всё досталось. И чтобы постоянно не таскать кул до нашего домика, мы отстроили неподалёку отсюда кибиточку. Нифига ты ювелир. Сюда можно будет ещё. Вот так вот его, понял? Да, 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 Игорь, ты ювелир. Клонина продолжала рейдить все домики в округе. А у нас был калашик, с которого можно было сделать грязь. Вижу, типа автопс эти вдоль скал бегает. Понял. Тихо, особо не пались. Идут в нашу сторону. Вроде как контрит что-то. Они ещё что-то рейдят. Сколько у них взрывки, они уже третий дом подряд рейдят. Много. А не пушат на саду? Не, я ему два хита дал. Один минус. Понял. Надо верхнего сбривать. Яу, я уже, я на скале тут. Ещё один минус. Хорош, мужик. Надо ИОР-ку этого забрать, я не знаю, как это сделать. Тут сверху уже никто не контрит, можно обойти сверху. Сейчас, вижу его. Надо пострелять по нему. Убил его, убил, убил, убил. Хорош, 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 хорош. Всё получается? Не, ещё. Ещё минус один. Хорош, хорош. По мне с питона стреляют. Вижу ещё одного. Чувак, их тут миллионы. Я бегу, у нас спальники, в принципе, рядом. Чуть-чуть пожить надо. Ещё в таком говне ты не представляешь. Ещё убил. Хорош. Меня убили, чувак. Их тут просто миллион. Да, с такой ордой справиться было довольно сложно, но всё равно с этого дома мы смогли ёнкнуть много камня. Тут камня много. Тут антирадов много. Что, чтобы бить этого типа? Они соло игроков так рейдили, прикинь? Просто заплёвывали ракетами соло игроков. Понимаю. Мы уже были готовы переехать на наше новое место жительства, где собирались состроить нашу ловушку. А для этого нам нужно было поизучать много всего. А после мы схватили ресурсы для строительства и отправились на то самое место. Место, где правили клановые игроки. Я умер. Что делать? У меня камень. Не знаю, тебе нужно дом построить. Мне кажется, он сейчас пойдёт тебя лутать. Пока этот руфкемпер не спустился, мне нужно было как можно быстрее отстроить кибитку, чтобы засейвить мой лут. И чтобы забрать камень, который был в Игоре. Я думаю, он выбежал тебя лутать. Я тебя слутал. У тебя что было в руках оружие? Питон вроде, да. Обожаю оружие искать. И уже в этот момент я понял, что соседи у нас будут очень весёлые. Я убежал. Питон не нашёл. Мы, кстати, добежали туда, куда хотели. Ну да. Ну я добежал. Потом я появился в нашей кибиточке, нам нужно было переносить очень много лута, схватил всё и побежал в сторону аутпоста. Аутпост вообще пофиг, сыр. Он сейчас в сейв-зону забежит, мне его даже не забыть. В магазинах по очень дешёвым ценам продавались гаражки, которые сразу же я купил. Уля какая гаражка, поехали. Справа тип на коне. Наказан? Да, добил его вроде. У него топ-сет был. Да, мёртв. А наш домик мы сразу решили загрейдить в камушек. Фу, всё пучком у нас, всё. Мы бегали, фармили различные ресурсики, но по возвращению домой нас ждал сюрприз. Палзи ко мне. Их двое. Чувак, их больше, чем двое. Кушать тебя. Меня убили. Да, под нашим домом сидели дуркемперы. Но хорошо, что это было не последнее наше оружие. И стоило мне пойти на переработку, я увидел эту базу. В этот момент я понял, что здесь меня ждёт контент. Я решил подойти к ней поближе и услышал это. Что с базуки рейдят? Естественно, в моей голове появилась мыслишка о том, что возможно рейдят немного людей, ведь базука взрывала одна. Они в воде, двое. Выбежали с воды. Трое. Они возле меня пробежали. Четверо. Один отстал, воду только что переплыл. Возле меня пробежало как минимум 5 человек. Шансов убить их абсолютно не было. А куда же они все побежали? Правильно, в ту самую базу с огромным количеством ветряков. Они прям кучно побежали. Я бы умер, если бы начал стрелять. Они прям через меня перебежали, прикинь. Печки посыпались. В доме я нашел самую малосценного лута и когда побежал до дома, я попал в засаду. Ё-моё, я походу сейчас умру. Он знал, что я здесь. Так я впервые познакомился с нашими ближайшими соседями. Неподалеку от меня начался рейд с челями. И я догадывался, кто, возможно, рейдит. Как выяснилось позже, та большая клонина проиграла рейд. Но сдаваться они так просто не собирались. Тут типы кибитку 2х2 рейдят уже, я не знаю, сколько времени. Очень много. Восемь человек собрали, чтобы кибитку зарейдить. Не знаю, почему, но в этот момент мне стало действительно смешно. Восемь человек рейдили бедную кибитку 2х1. Я притворился деревом. Меня здесь нет. К сожалению, в доме у нас оружия больше не было. Мне пришлось поставить первый верстак, скрафтить блочку и отправиться на поиски фармил. Это будет весь мир, я могу дескать все мои фундаменты. Мы- 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 we- 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 are the- we- we- we. What's up, man? I am big friendly. Oh, half- confession. It's you. Hello. Yep. Hello, man. Hello. I see... You got any blue? Eight guys rate your base 2x1. It's really strong people. В этот день Игорь меня покинул. И если вы думаете, что выживать на этом сервере в соло было довольно просто, то вы ошибаетесь, посмотрите на эту толпу. Сколько там типов пробежало? 5? Неплохо, я считаю, в принципе. Возле меня стояло огромное количество магазинов, и мне было интересно, что за базы там обитают. Я увидел, что на воде отстраивается какая-то кибитка, и я решил притвориться владельцем огромной базы, которая стояла неподалеку. Йо, почему ты построил базу так близко к нам? Морфий сказал нам, что мы можем быть алиевами. И он сказал нам, что мы можем построить здесь. Так что мы сделали. Но Морфий сказал вам, что если вы хотите жить здесь, то вы должны платить скраб. Не слишком много, но... 200 скрабов для жить здесь. 200 скрабов на день? Нет, 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 только один. Вот это я, конечно, трейдер. Давай, я буду дать вам скраб. Дай мне секунду. Дай мне секунду. Кажется, они мне не поверили. Попытка была хорошая. Неподалеку от меня на острове скинули аирдропчики. И мне нужно было туда сбегать, ведь мне нужно было оружие. Шансы, наверное, что-то отжать там, конечно, вообще нулевые. Но попытаться, я думаю, стоит. Хозяева этих аирдропов с кем-то стрелялись. Это означало, что у меня есть шанс что-то ёнькнуть. Блин, неужели у них все дропы упадут на территорию? Я сел в кустик и стал выжидать подходящего момента. Я сел в кустик и стал выжидать. Как мне отсюда уйти? Это был действительно хороший вопрос. Ведь меня пытались убить с крыши и один поджимал вдоль забора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok По приходу домой я заметил, как неподалеку от меня отстраивается какой-то домик. Я решил познакомиться с моим новым соседом. Я не хочу им калаша давать, но вот сейчас скинусь и вернусь с МПшкой. Короче, познакомились мы с ним так себе. Он постоянно приходил ко мне под дом и сидел под дверью. А через время возле моего дома и вовсе начался какой-то ад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня уже кончились хилки и почти закончились патроны. Мне 100% нужно было пролутывать трупы. А еще я понимал, что вот-вот меня зарейдят. Мне срочно нужно было укреплять доми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Нормальная Yun-ку Субтитры сделал DimaTorzok И наконец конфликт был исчерпан, со своим соседом мы все-таки подружились. Я все надеялся, что меня вот-вот придут рейдить, поэтому стал расширять мой мини-домик. Что я строю вообще? О, я придумал, это будет секретный лут-рум. Что-то контрапы везде напихать и вообще будет пушка-бомба. Капец их там просто, они все носят и носят свои ракеты, свои ресурсы, чтобы начать рейдить эту кибитку. Они уже кибитку отстроили больше, чем у них дома, лой. Хорош, пацаны. И знаете, я даже не стал мешать этим ребятам, потому что они рейдили того злого Руфкемпера, который убил Игоря на переносе лута. О, понеслась. Мне оставалось просто стоять и наслаждаться тем, как они взрывают его домик. Ха-ха-ха! Каков шанс, что нас не зарейдили? Нас не зарейдили. Я бы выбивал пушки какие-то на самом деле, потому что все очень грустно по оружию. Первым делом мы побежали перерабатывать компоненты, ведь нам нужен был второй верстак, и заодно забайтили наших соседей. Мы можем сделать вид, что мы стреляемся, а не выйдут. Давай. Давай, давай. Вышел. Бежит. Реально? Да, да, постреляй еще, постреляй. Пусть идет. По воде идет. Ха-ха, чувак. Он налево побежал, смотри, он к скалам побежал поближе. Он как-будто знает, что... Он знает, что я здесь. Я откис. Я жив. Пока что. Слева дал два хита. Вижу, один сзади. Пять хитов одному дал. Я по воде обхожу. Один слева, 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 где скала большая. Ты его не убил, что ли? Я не знаю. Пять хитов дал. Отлично. Он сейчас подумает, что... Ну да, все, он сейчас пойдет пушить, скорее всего. Куча, куча хилок. Просто миллион шприцов. Отлично. Ну все, на, сваливать. Он готов. Хорош. Слушай, байт начался. Кажется, это будут наши главные враги, понял? У него даже 4x не было на ЛРК. Я думаю, у него с 4x так жестко наваливают. И по старой доброй традиции, после того, как мы кого-то убиваем, они садятся у нас под домом. Один готов. Хорош. Второй готов. Свой батя. Юки. Без патронов, тупо на этом, на томике. Так как в прошлый раз Игорь оставил меня раньше времени, ему пришлось схватить бензопилу и поформить немного дерева. Камни и металла у нас не было, поэтому на случай рейда нам нужно было строить хоть какую-нибудь отстрелку. Потом выход на первом этаже застроим, витрину там туда поставим или еще что-нибудь, да? А чуть позже я схватил бур и в темпе вальса мы отправились фармить камень. И по пути мы забежали на аутпост, чтобы купить верстак. Офигеть, я накупил всего. Все? Давай я ракету сразу изучу скоростную. Чтобы полностью отстроить наш домик, камня не хватило, поэтому я схватил бур и побежал снова фармить. А по приходу домой меня ждал сюрприз в виде дуркемпера. Меня убили, чувак. Но ресурсы у него утащить не получилось. Фух. Ресурсов у меня уже было достаточно, чтобы начать отстраивать мой гениальный домик, который в онлайне было бы максимально тяжело зарейдить. Ну, уже выглядит неплохо. Неприступная крепость. Ну, неплохо, но что-то тут не так. Мы подготовились к тому, чтобы начинать байтить клонину. И, наконец, настало время Дилда Бэггинса. Давай еще забайтим их. Я же ракету скоростную изучил. А у нас тут потолков нет, смотри, дырка в потолке. Стреляем, короче, с ракет сюда, ну, штук десять выпуляем. И они придут сюда по-любому. Я сейчас еще калаш на 4x возьму. Ха-ха-ха. И все. Ой, сейчас мы их в лабиринтик-то наш подбайтим немного. Они идут. Они идут, чувак. Так что, хватит, наверное, хватит. Не-не, еще одну. Так, все, аккуратно я стрельну еще раз. Давай-давай-давай. Близко-близко-близко-близко-близко-близко. У них есть... Да, они близко, они близко, очень близко. Еще один на горе, еще один на горе, аккуратно. Готов разваливать их? В принципе, да, но я их не знаю, где они. Один минус. Где второй? Вижу, под нами. Убил. Ха-ха-ха. Нет, не зря, конечно, было, но... Ну, я, ну, сто пороха, чувак, вообще не зря. У меня хила нету. Хилки нужны. Там еще один на горе был, как раз в белом сете, который к нам приходил. Я делаю вид, что я бахаю дальше, чувак, пускай прыгают, пушат нас. На, на, дерево. Отойди, отойди. Минус один, минус один. Ой, плохо упал вниз. Еще один. Минус второй. Он хорош, 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 хорош. Вот он с двушкой убивает. Точно. Блин, он лутает себя. Запрыгнул один. Убил, убил. Еще один вдалеке, двое еще вдалеке. Взорвал двоих. Они, они подходом, они подходом валяются, чувак. Надо мне сети лутать. Хорошо, я спрыгиваю, окей? Да. Ну, есть такая вероятность, что хату у нас скоро не будет. Ха-ха-ха-ха. Ну, они какие-то бимеры жесткие. Я бы не сказал, что они жесткие. Ну, это сдалека вообще ни разу не промазал. Потом мы очень-очень долгое время стояли и ждали, когда же нас придут рейдить. Но так никто и не пришел. Поэтому у меня появилась идея укрепить защиту домика. Походу два выхода не получится сделать. Хотя знаешь, какое можно интересно сделать? Через куст. И гантрапы сюда воткнуть. Блин, я не знаю, закрывать ее или не надо. Закрывай. О, я чувствую себя в безопасности уже. Да, киберспорт. Я думаю, шанс и есть то, что нас придут рейдить. Если мы еще в наглую пойдем построимся у них перед носом, да, вышку. Слушай, так давай так и сделаем. А нафиг нам на мейн хату байтить? Пойдем просто вышку у них отстроим, будем по хате им стрелять постоянно. Ха-ха-ха. Это префестиво. Я думаю, не забайтятся. И конечно же, я пустил в дело ветряк. Ведь мне нужны были турельки. Откроешь? Угу. А еще чуть позже я узнал то, что на одном из островов живут мои друзья. Которые уже попадались в одном из прошлых роликов. У нас были с ними чисто торговые отношения. В центровину дома у нас было как минимум 4 входа и выхода. То есть этот домик можно было назвать лабиринтом. Авторизоваться не желаешь? Слушай, да надо было. Скажи мне, что ты за говно построил? Я? Ха-ха-ха. Е-бой. Нас крысить не будут. Это шо, реально? Прикинь. Жесть. Пушка. Я очень долго ждал и рейдить нас никто не собирался. Я взял бензопилу, чтобы отфермить немного дерева и пойти делать грязные вещи. Печи у них, кстати, плавят. Ноп 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 ноп, ноп ноп... я знаю чем стоит заняться в ближайшее время выходить на улицу они не собирались но я знал как заставить это их сделать кто такой фокси привет мне нужно домик строить максимально близко он гола по моему там да он голы лежать они тут толпой сюда доброе утро девочки у джин так это язык пачки офигеть серис хорошо хорошо идут а а а а а а А где хата, брат? Алло, блядь, кумыс Че с хатой, блядь Алло, кумысядыч, блядь Лох Они меня все резы обратно бэкнули просто А я домой побежал, пацаны Да, они зарейдили мою первую вышку Но я решил отстроить еще одну Why you bully me, brother? Ого Ого Они уже втроем на моем вышке сидят Ждут, когда я дверку открою, да? Ха-ха-ха-ха Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе У меня резидите дуп... Нееет... Плиц... Плиц... Чicia... Плиц уже... ПЛИЦ... Они мне походу рейдить идут Я ждал этого миллион лет Тут нету дырочки Есть, есть, есть дырочка Это... это жесть я пробежал Они полностью застроили территорию забором и выйти оттуда они не могли Но я вспомнил то, что у меня были лестницы которую они ставили на мою вышку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ай, хорош взрывать меня А, это скоростными они стреляют Понимаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Под домом у меня началась лютейшая война Воевали три клана И я постоянно мог выхватить какой-нибудь ствол Йоник Игроки, которые меня рейдили, выйти из моей территории не могли Потому что их контролили со всех сторон А половину из них попереубивал я Но оставался последний рубеж Взорвать всего лишь одну гаражку И помочь мне это сделать решили соседик Взамен на ресурсики из моего дома Нормально О, тут все сеты, слышь О, так я себя вообще тут комфортно чувствую Пол дома моего вернули Кайф В моем доме появилась какая-то новая дверь Которую я решил сразу застроить Гуд рейд, гайс Гуд рейд Верри бьют и фулл мен Чизи, проверяй, чизик Пацаны, как рейд? Чизи, ну зачем ты так? Слушай, а нормальный лут тут Мне кажется, вы даже зарейдили, да? Вы с меня меньше забрали Чем принесли в мой дом, чуваки У меня столько топсетов не было Спасибо вам большое Вы красавчики Отличный рейд Откуда вы прибежали, блядь? Отличный рейд, братик Ты доволен рейдом, Окуп? Я-я-я-я, бой Ты не хочешь мне эти двери отдать? Это все-таки мой дом, на самом деле Ну, можешь прям открыть И на такой ноте ролик подошел к концу Надеюсь, он вам понравился, ведь эта история была действительно эпичной Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!